Какова же еще возможность стратифицировать риск повреждения почек? Представлена здесь стратификация факторов риска, где выделяются факторы, которым присваивается определенное количество баллов. Эти факторы перечислены, это артериальная гипотензия, это внутриартальная контрпульсация, то есть эта стратификация проведена для пациентов кардиологического профиля, но и для пациентов иного профиля точно так же можно стратифицировать эти факторы риска повреждения почек контрастом. И мы здесь видим, что это сердечная недостаточность, возраст старше 75 лет, это наличие сахарного диабета, это нарушение функции почек с расчетом скорости клубочковой фильтрации и тот объем контраста, который применяется у пациента. Суммируя все эти баллы, мы получаем их сумму и в соответствии с суммой мы можем с вами говорить о риске повреждения почек. Если эта сумма баллов составляет 5 или менее баллов, то риск контрастной унифропатии составляет 7,5%, а риск диализа очень маленький, это 0,04%. Но стоит только повыситься сумме баллов, и в частности, если она будет равна 16 или более, то уже риск повреждения почек возрастает до 57%. И среди этих пациентов почти 13% потребуется заместительная почечная терапия диализа. Но мы должны учитывать, что есть такие факторы, которые модифицируются. И перед любым исследованием необходимо лечащему врачу учитывать то, что факторы надо уменьшить или нивелировать их. Какие эти факторы? Прежде всего, это, безусловно, гемодинамические нарушения. Поэтому следует всегда корректировать гемодинамический статус и уровень электролита в сыворотке крови. Второе. Обязательно отменить все нефротоксичные препараты, к которым относятся нестероидные противовоспалительные средства, это антибактериальные препараты, в частности, группа аминогликозидов и цефалоспоринов. Это ингибиторы кальцинерина, если это пациенты, особенно с трансплантированными органами. И, возможно, все-таки и ингибиторы ангиотензин, превращающего в ферменты, и блокаторы рецепторов ангиотензина. Перечень нефротоксичных препаратов значим, и на это всегда следует обращать внимание. Отменив препарат, если невозможно оставить пациента без лекарственного обеспечения, то надо его заменить на другой, не нефротоксичный. И еще очень важный фактор. У пациентов с сахарным диабетом, которые принимают гипогликемические препараты на основе метформина, обязательно следует метформин отменить. Потому что если повреждается почка у пациента, принимающего метформин, то летальность достигает значимых величин. Особенно если появляется так называемый бюганит, обусловленный молочный ацидоз, при котором умрет 50% пациента. Поэтому это факторы, которые необходимо знать, и с ними легко справиться. Вторая группа факторов связана именно с контрастным препаратом. То есть надо учитывать тип его, дозу, количество исследований в определенном интервале времени и способ введения. Существует как бы три группы рентгеноконтрастных средств в зависимости от осмолярности их. Это изоосмолярные, низкоосмолярные и высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства. Мы с вами должны посмотреть, влияет ли как-либо осмолярность на риск повреждения почек. Посмотрите, какие эффекты контрастного средства. Это осмотоксичность, хемотоксичность, тканевая и ионная токсичность. Которые вызывают вот именно те эффекты, которые мы с вами обсуждали, разбирая под физиологию повреждения почек. А именно сосудистый, цитотоксический и гемодинамический. Так контрастное средство, которое поступает непосредственно в клубочек и контактирует с эндотелием, выстилающим внутреннюю поверхность клубочка. Так вот, контрастное средство, в зависимости от его осмолярности, вызывает повреждения эндотелиальных клеток, которые являются как бы гормональным органом. Поскольку если все эндотелиальные клетки сложить в один слой, то по своей площади они будут равны футбольному полю. И естественно, эндотелиальные клетки очень чутко реагируют на все внешние факторы, в частности на контраст. Вот здесь представлена эндотелиальная клетка сосудов. Вы посмотрите, какой она формы. И что происходит с этими клетками, когда назначаются рентген-контрастные препараты с разной осмолярностью. Чем выше осмолярность, тем больше проблем и повреждения эндотелиальных клеток. Это высокоосмолярный контраст, это низкоосмолярный контраст, а это изоосмолярный контраст. И посмотрите, что степень повреждения эндотелиальных клеток напрямую связана с осмолярностью контраста. Является ли эта смолярность ключевым фактором, который вызывает повреждение почек? Безусловно. Посмотрите, как ведут себя эритроциты, которые контактируют с контрастом. Это нормальные эритроциты, которые находятся в физиологическом растворе, являющемся изосматичным по отношению к плазме. Мы видим ровные контуры, двояко вогнутые диски эритроцитов. И посмотрите, что произойдет с этими эритроцитами, если среда, в которой они будут находиться, будет с разным уровнем осмолярности. Это высокоосмолярный рентгеноконтрастный препарат. Посмотрите, что происходит с эритроцитами. А это уже низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства, причем очень имеет значение большое. Ионные или неионные низкоосмолярные контрастные препараты. А это изоосмолярный контрастный препарат. Здесь эритроциты мало повреждаются по сравнению с контрастами другой осмолярности. Исследования, которые были проведены, здесь представлена только часть из них. По данным этих исследований, сравнивали действия различных осмолярных контрастов на чистоту контрастной метропатии. И что же оказалось? И оказалось, что и высокоосмолярные контрастные препараты, и низкоосмолярные рентгеноконтрастные препараты вызывают повреждение почек. Но, естественно, частота этого повреждения при применении низкоосмолярного контрастного препарата значимо меньше, чем при применении высокоосмолярного. И чуть выше, чем при применении изоосмолярного контрастного препарата. Это анализ 16 исследований, мета-анализ, где в исследованиях тоже сравнивали именно изоосмолярный контраст и низкоосмолярный контраст. Пациенты, которые страдали различными заболеваниями и смотрели, безусловно, тех, у кого было доказано, как факторы риска повреждения почек, это хроническая болезнь почек и наличие сахарного диабета. Посмотрите, насколько различаются частота повреждения, острого повреждения почек при назначении этих контрастных препаратов. Безусловно, если назначается изоосмолярный контрастный препарат, то частота повреждения почек в несколько раз меньше, чем даже при назначении низкоосмолярного контрастного средства. Какие же еще факторы риска связаны с контрастным? Во-первых, это доза контраста. Есть ряд формул, по которым рассчитывается максимальный объем, который может быть назначен пациенту с учетом уровня креатинина в сыворотке крови. Поэтому всегда этот расчет необходимо осуществлять для того, чтобы предотвратить повреждения почек. И очень важно знать, что повторное контрастное исследование не должно быть проведено через короткий интервал времени. По крайней мере, это не менее трех суток. Некоторые авторы считают, что это должно быть с интервалом в неделю и более. Поэтому, если мы превышаем объем используемого контраста, то это превышение сразу увеличивает 12-кратный риск повреждения почек. Поэтому мы должны выбрать контрастный препарат и обязательно соотнести качество изображения, их надо оптимизировать и уменьшить побочные реакции. Исследование НИФРИК, которое было завершено в 2001 году, и его результаты широко обсуждались в медицинской общественности. Это было многоцентровое исследование, в которое вовлечены были 5 стран, 17 клиник. И исследовались пациенты, которые проходили различные интервенционные процедуры кардиологические, а именно коронарную ангиографию и ангиографию аорты. Ну и они все были случайным образом распределены на две группы. Группа, которая получала низкоосмолярный контрастный препарат, и вторая группа, получавшая изоосмолярный препарат. И что же оказалось? Мы говорим только о выводах этого исследования, что по результатам его было показано. Для того, чтобы избежать развития нефропатии, необходимо применять изоосмолярный препарат. Он уменьшает риск развития повреждения кучек в 5 раз по сравнению с низкоосмолярным контрастным средством. И особенно было подчеркнуто, что применять изоосмолярные препараты необходимо пациентам, имеющим такие факторы риска, как функциональная недостаточность почек и сахарный диабет.